Несколько кукол, рисунков к спектаклю, костюмов актеров. Экспонатов не так много, а вот материала для экскурсии более чем достаточно. О каждом из них Ирина Семенчук может рассказывать долго и увлеченно. Эти куклы создавались в тесном сотрудничестве с Натальей Мишиной по ее эскизам. На выставке представлены игрушечные актеры трех спектаклей – «Чудаки», «Суворов» и «Дети Библии» Моисей. Наталья никогда не доверяет скульптуре никому, хотя в театре кукол иногда это допускается. Художник предоставляет эскизы и уже, допустим, патафоры сами могут лепить. Куклы трех спектаклей, но одного автора очень разные. По словам Ирины Семенчук, при создании самое сложное – следовать эскизам художника. Но здесь Наталью и Мишину поразили саровские специалисты, которые шили костюмы для спектакля «Суворов». Мастера кропотливо проработали мельчайшие детали, как будто создавали одежду для настоящих актеров, а не для кукол. Также при изготовлении очень важно добиться реалистичности. Чтобы она была, знаете как, не то чтобы удобная, а чтобы она была живая, чтобы вот ее жест, актеры не тратили огромных усилий, чтобы как бы ты чуть толкаешь куклу, и она движется уже по какой-то своей вот такой пластике особой. И добиться вот этой пластической выразительности куклы, наверное, самое сложное. На экскурсию приходит много детей. Но взрослые не отходят далеко, а внимательно слушают рассказ Ирины о спектаклях, о том, кто создавал куклы, какие техники и материалы использовали. Каждой кукле свои секреты. Ну, конечно, марионетка для нас, наверное, наиболее сложная кукла, потому что она просто не в нашей культуре. Вот мы редко работаем с марионетками, и поэтому там есть особая сложность в марионетке. Нужно уравновесить все части тела, их специально делают деревянными, чтобы была возможность утяжелить свинцом где-то. Выставка кукол будет работать с православным творческим объединением «Мир» до конца апреля. Для лиц старше шести лет. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.